Вот смотрите, наткнулся на такой канал. Вот девушка такая милая здесь у нас вещает. И вот она, блин, правильные вещи говорит. Молодец девчонка, я на 95% с ней согласен. Хочу с вами поделиться, вот послушайте, что она говорит. Завелось столько патриотов, прям просто какая-то повальная мода на патриотизм. Причем люди абсолютно не знают значения этого слова. Если вы думаете, что вы наклеили различную атрибутику себе на голову, на лоб, на машину, вы стали патриотами? Нет, патриот. А вот с этим я с девушкой согласен. Вот буквально сегодня еду за газелью, вся грязная газель, и вот латинские буквы Z, V нарисованы на ней. И вот едет такой вот патриот, вот знает, что ему ничего не угрожает, что его никто не побеспокоит. Едет и выкидывает. Сначала мусор начал выкидывать с кабины, а потом окурки. Ну это что за патриот-то такой, я не понимаю. Я думаю, таких патриотов надо, ну не знаю, послушаем, может она что-нибудь предложит в плане таких патриотов. Патриотами от этого вы не стали. Патриотизм не заключается в каком-то рабском преклонении, в лакийском поведении перед своими господами. То есть когда вас ебут в жопу, а вы еще сильнее прогибаетесь, чтобы глубже зашло, вошло. Патриотизм не в этом заключается. Патриотизм заключается в любви к своей родине. А я бы вот добавил, не только к любви. Патриотизм заключается не только в любви к своей родине, но и к способности самопожертвовать ради этой родины. А не просто букву В или З нарисовать на гражданной машине. Патриотизм заключается в любви к своим, хотя бы к уважению своим соотечественникам. Это когда ты хочешь сделать свой дом, то есть ту землю, на которой ты живешь, лучше. А не когда закрываешь глаза на дерьмо. Патриоты не говорят, когда видят дерьмо, что это малина. Нет, они хотят сделать из этого дерьма малину. И делают все для этого. Патриот это когда ты идешь, куришь по улице, и бычок кладешь в карман себе, а не выкидываешь его на улицу, на тротуар. Патриоты... Абсолютно правильно говорить по правилам русского языка. Бычок не ложишь, а кладешь. Ну, во-первых, все-таки не бычок, а окурок. Ну, и навряд ли нужно все-таки его класть к себе в карман, его все-таки выкинуть в ворну. Это когда ты выгуливаешь свою собаку и убираешь дерьмо за ней. Патриот это когда ты пошел шашлыки свои жарить, да, и убрал весь мусор, разобрал с собой, а не оставил. Вот, кстати, в преддверии майских праздников, вот то, что девушка вот это говорит, это будет массово по всей России. Приедут на специально оборудованные площадки, или где-то во дворах, или в каких-то лесопарковых зонах. Будут жарить шашлыки, и все дерьмо, пластик, бутылки, окурки, памперсы и тому подобное, все будет валяться. И так будет валяться годами. Пока все это не перегниет, или какой-нибудь коммунистический субботник все это не соберет и не уничтожит. Вот 95% может быть я загибаю, людей, которые ездят на шашлыки, весь мусор оставляют на месте. И когда ты приезжаешь после них, то есть сначала убираешь этот мусор, чтобы хотя бы какой-то вид был на той площадке, чтобы ты мог спокойно отдохнуть со своей семьей. Потом жаришь шашлыки, а потом весь мусор все-таки свой, увозишь с собой. Вот так нужно действовать. То же самое с пляжами, с дикими. Где-нибудь выезжаю на речку, в какую-нибудь деревню, и, как правило, битое стекло, пластиковые бутылки, окурки, мусор, все тут валяется. Я не понимаю, почему российский народ так ненавидит свою природу и свою среду обитания. Зачем так делать? Вот она правильно, девушка, об этом говорит. И вот такие вот засранцы, извините меня за выражение, сплошь патриоты. Но они не патриоты, это псевдо-патриоты. Патриотизм заключается в желании улучшить качество жизни для всех, не только для себя, чтобы каждый имел доступ к хорошему образованию, медицине и так далее, чтобы везде были хорошие дороги. Вот в чем заключается патриотизм. Патриотизм заключается также в первую очередь в знании и любви к своему родному русскому языку. Вы, извините, вы в слове патриот делаете по три ошибки, но вы уже не патриоты, вы не знаете своего собственного языка. Ну, я тут с ней, конечно, не соглашусь. Есть люди с различным уровнем образования, и это не означает, что они не являются патриотами, тут она немного перегибает. Не уважайте его. Если вы уж решили стать патриотами в 20, 30, 40 плюс лет, купите себе словарь хотя бы для этого, начните хоть что-то делать. И когда мне пишут сообщение после того видео, которое я сняла про плохую дорогу, мне пишут сообщение «Ты мразь, тварь, чтоб ты сдохла, я тебя найду, я тебя убью, потому что я патриот, а ты вот такое показываешь, да, плохие дороги». Это не патриотизм тоже, это просто какой-то гопник, пытающийся свою быдлядскую агрессию завуалировать в слово патриот и на вполне якобы законных основаниях угрожать мне. Но в данном случае... Ну, я тут ее перебью. Действительно, если вот такие гопники вот так вот делают, это точно не патриоты. Я вам гарантирую, что если Родина скажет, что надо, и придет повестка, вот такому патриоту, который девушке угрожает, он первый будет прятаться в подвале и никуда он не поедет, ни на какие спецоперации и так далее. Он будет прятаться, но будет, после того, как все закончится, будет кричать, что я был самый первый на передовой, вот мы и ордена медали. В случае я являюсь больше патриотом, чем ты. Развелось столько патриотов. Ну что, вот говорят молодежь, молодежь, а я вот скажу, есть будущее у нашей страны все-таки? Есть. У нас очень грамотная, воспитанная, образованная молодежь. Я думаю, что у нашей страны есть будущее. Ну, конечно, насчет там анального секса и так далее, тут девушка переборщила. Я даже думаю, наверное, на YouTube забанит. Но, тем не менее, буду выкладывать видео именно так, как было в оригинале. Спасибо за просмотр. Всем пока.